Телеканал КРТ представляет И вы знаете, чтобы сразу с места в карьер, как известно, есть две страны, в Конституции которых записано, что Крым это часть их суверенной территории. Это Российская Федерация и Украина. И если, например, посмотреть объективно, то получается, вот с вашей точки зрения, есть ли у Российской Федерации хоть какие-то аргументы для того, чтобы Российской Федерации было выгодно дальнейшее существование Украины как единого государства, если вот все-таки есть такой конфликт интересов? Вы знаете, вот я часто участвовал в всевозможных дискуссиях, круглых столах, телешоу, конференциях и прочее, где многие российские мои коллеги рассказывали, мы за то, чтобы поддержать Украину, Украину нужно сохранять стабильной и прочее, прочее. А я всегда говорю, что ведь логика простая в этом отношении. Любая страна мира заинтересована в поддержке, в сохранении стабильности в государстве, которое является ее другом, союзником, ну или как минимум нейтральным соседом. Если это государство официально тебя объявляет врагом, агрессором, а мы знаем, Россия на законодательном уровне на Украине является врагом и агрессором, то тогда, конечно же, эта страна, любая, подчеркиваю, не только в отношениях России и Украины, не заинтересована в укреплении этого самого противника или страны, которая объявила тебя противником. Так что в этом смысле, вы знаете, тут ответ очень прост. Пока Украина будет вести свою политику, направленную против России, то, в общем-то, никакой заинтересованности России в сохранении сильной, единой Украины, по большому счету, нет и пока что не предвидится. Ну а какие есть все-таки, знаете, предпосылки хотя бы, в каких случаях России выгодно, чтобы Украина оставалась все-таки одним государством, а не распалась на много частей? То есть, есть ли все-таки, наверное, какие-то хотя бы аргументы или, например, точки зрения, с точки зрения которой все-таки выгодно, чтобы Украина была одним государством? Ну, например, если там прогнозировать какой-то негативный сценарий развития событий, то вот при вот каком развитии негативного сценария все-таки Россия поддержала бы Украину и вот не дала бы вот этим процессам внутри страны и за границей, которые работают сейчас на то, чтобы все-таки Украина просто распалась и перестала существовать как государство. И мы это видим на практике. Смотри, Дмитрий, ну, вы начали с Крыма, просто тут надо, чтобы поняли действительно украинские телезрители, а то ведь, ну, они лишены чуть-чуть, сами себя Киев оградил своих граждан от российского информационного пространства. И многие, может, пребывают в неких иллюзиях. Что касается Крыма, для России вопрос решен окончательно. То есть вот Россия этот вопрос для себя закрыла на века, на тысячелетия, если хотите. И пока Россия как государство жива, она не собирается возвращаться к этому вопросу больше. Если же мы говорим о том, что осталось от Украины после всех этих майданов, устроенных известно кем в Киеве, то, в принципе, ответ я уже дал. Россия заинтересована в наличии сильной, нормальной, стабильной, целостной Украины в случае, если Украина действительно откажется от русофобской, антироссийской риторики, от русофобской политики, от политики агрессивного украинского национализма и так далее и тому подобное. И вернется к мирному сосуществованию. Еще раз говорю, даже не к союзническим и партнерским отношениям, как бывало порой, а именно хотя бы к нейтралитету. К тому, чтобы не обвинять во всех бедах и грехах России и не заявлять каждые полчаса о том, что мы в состоянии войны с Россией. То есть в таком случае Россия, конечно же, заинтересована в более или меньше стабильности на Украине. Это очевидно, это факт. Вот сейчас идет всеобщая борьба с пандемией, с вирусами и прочее. Ну что ж, вы думаете, что Россия заинтересована в том, чтобы на ее границах существовало государство, где этот процесс был вообще выпущен из-под контроля? Если, не дай бог, на Украине действительно, вот благодаря стараниям, в частности, доктора смерть, запретившейся на педслужбам, эта ситуация расползется до неимоверных масштабов, не дай бог, подчеркиваю, то, конечно же, это затронет интересы и России, и всех остальных соседей Украины. И Россия готова будет помочь Украине, чем это только возможно. Собственно, раз Италия помогает России, то и, конечно, Украине готова помочь. Но Украина ведь, давайте признаемся честно, к этому пока еще не готова. Пусть согласится на что угодно, на любые смерти, лишь бы, как там любят говорить у вас некоторые украинские граждане, лишь бы москалям, значит, не сблизиться с ними и не позволить им нам чем-то помочь. А как вы оцениваете все-таки такую интересную ситуацию, что фактически русофобия стала главным товаром нашей политической элиты, который они продают на международной арене заинтересованным странам в ослаблении Российской Федерации? Таким образом, получается, у нас просто политическая элита начинает спекулировать на этом и таким образом выбивает с западных стран кредиты. То есть, ну, это как бы прослеживается как бы невооруженным взглядом, что именно вот на это они упирают, что якобы вот Украина защищает весь цивилизованный в кавычках мир от Российской Федерации, и вот эту историю они продают из года в год. И именно это главный аргумент для того, чтобы получать и получать какие-то новые кредиты, которые отдавать, конечно же, нам, простым гражданам Украины. Вот насколько вы оцениваете возможность все-таки слезть вот с этой вот политики продажи русофобии в Западу? Ну, вы же видите, ничего другого Украина предложить-то и не может. Да, начиная с 2014 года, мы помним, Яценюк это заявлял, ну, вот в первых же своих поездках за рубеж, когда только сели за стол переговоров по поводу реструктуризации долга Украины и, соответственно, получения очередного кредита от МВФ. Он на всех международных площадках, тогда премьер-министр Украины заявлял, смотрите, как это вы нам не дадите кредит? Мы же единственная страна в мире, которая воюет с Россией. Цитирую его дословно, насколько мне помнится. То есть, что он, вот единственный аргумент, почему МВФ и западные страны должны, во-первых, списать часть долгов, а во-вторых, выдать новые кредиты. Только потому, что мы воюем с Россией. Других аргументов нет. И, в принципе, ничего другого, в общем-то, и не придумали. Нам так вот последний год-полтора рассказывали, в том числе в российских эфирах рассказывали многие мои коллеги, украинские политологи, о том, как замечательно теперь экономика на Украине развивается. Там есть такой, у вас на Украине неизвестный эксперт, а в России очень известный, как бы, украинский эксперт Ковтун. Так он нам год-полтора кричал в эфирах, у вас нулевой рост, у вас нулевой рост, а вот Украина процветает, скоро, значит, обгонят и перегонят Россию. Ну, и в итоге мы видим, во что это все вылилось уже в начале этого года, да, минусовые показатели роста экономики Украины, полная, извините, ну, даже не сказать, филейная часть в экономике наступила. И где вся история успеха? И где все то, о чем нам рассказывали, что Россия будет пример брать с Украины? Я, кстати, хочу сказать крамольную даже мысль, не знаю, звучит она в украинских СМИ или нет, не видел нигде, но во многом эта история с пандемией, она палочка-выручалочка для Зеленского и его команды. Они, может, еще и не осознали этого, но они теперь-то падение экономики, производства могут списывать еще долгое время на этот карантин и пандемию и, соответственно, клянчить новые и новые кредиты в МВФ. А ведь мы же видели с вами, что тенденции-то наступили до коронавируса, минус-то уже показали в январе, и, соответственно, эти тенденции, они были печальны для Украины. И сейчас прямо ваши украинские экономисты и политики с трибун всевозможных высоких говорят, без кредита МВФ ничего не будет. И ради этого готовы и землю сдать, и законы вообще антиконституционные принять, вот в частности по Приватбанку, ну совершенно не вписывающуюся в логику какой бы то ни было независимой страны. Ну, видите, все признали, да, без кредита МВФ наступает на Украине, пардон за это, просторечие, оплык. Ну и никуда не деться. А вот вопрос тогда такой, а вот с вашей точки зрения в состоянии ли украинская элита все-таки слезть вот этой иглы кредитов МВФ, перестать торговать русофобией, все-таки начать заниматься своей экономикой и лоббированием интересов именно украинских промышленных групп, чтобы каким-то образом увеличить валовый внутренний продукт, чтобы вот реально были бы какие-то объективные показатели роста. То есть вот как вы оцениваете вот такие тенденции? Сможет ли наша украинская элита перестроиться? А украинской элите это не надо. Мы же понимаем хорошо, прекрасно понимаем, что эта элита, она кормится с этих кредитов. То есть, собственно говоря, ей-то все эти кредиты нужны для личного обогащения. Ну, во всяком случае, той части элиты, которая находится у кормушек. И они там рвутся за то, чтобы сидеть у этой кормушки в тот момент, когда очередные кредиты будут поступать. Ну, мы же все понимаем, да, во что обернулась стена Яценюка. Где стена? Стены так и нет, зато кто-то очень хорошо, и мы знаем, кто на этом заработал себе деньги. Точно так же с этими кредитами. И, кстати, ведь западные-то все эти кредитодатели, они ведь и не скрывают, как все это работает. Вот достаточно почитать, рекомендую всем, оно в продаже есть, в онлайне есть книга Перкинса «Исповедь экономического убийцы», где человек, который этим занимался на практике, рассказывает, как вот все эти МВФ, Всемирные банки и всевозможные структуры подсаживают на эту углу действительно эти самые элиты, понимают, что это акт коррупции по большому-то счету. Деньги, зачастую львиная доля денег и не выходит за пределы Соединенных Штатов, но те страны, которые они подсаживают на эту углу, просто вползают в долги, с которых они не могут выбраться десятилетиями. Простая схема, примитивная, казалось бы, но она работает. Она работает, это, по сути дела, способ закабаления, экономического закабаления тех или иных стран. Я, кстати, пример один приведу. Беседовал как-то еще в довоенные времена с представителем крупного американского банка, крупнейшего, одного из крупнейших американских банков, который выделял тогда кредит Украине на постройку дорог в Западную Украину. Ну, вы же знаете, много лет прошло, дорог как не было, так и нет. Я его тогда спрашиваю, скажите, а вот вы же понимаете, что эти деньги, они уйдут в никуда, никаких дорог не будет. А там крупная сумма шла, чуть ли не миллиард долларов, в конечном итоге была общая сумма. Боюсь ошибиться сейчас точно. А он говорит, так а что, мы не понимаем, что ли? Ну, вы же понимаете, деньги-то все равно Украина нам должна будет. Будут эти дороги или нет, это уже ваше дело. А деньги все равно Украина будет должна. То есть их логика очень проста. Мы покупаем элиту, мы подсаживаем его на крючок, в случае чего действительно можем поднять вопрос о сдаче национальных интересов или взятке, чтобы никто не дернулся в другую сторону. Но пока, в общем, нас все устраивает, в том числе политика внешняя, все хорошо. Вот пример, да, это же сейчас всплыла история с, ну, я имею в виду, год назад, когда выборы шли, со Свинарчуком Гладковским. Но ведь все же это знали. Все это знали еще раньше, это же история давняя. Я просто вспоминаю, как в 2014 году западные кредиторы выделили кредит на, извините, предприятие «Богдан», на завод, который в том числе совладелец был. Свинарчук этот самый и Порошенко. И выделили кредит, затем Порошенко, это публичный счет, это все видели, это все понимали, забирает деньги, по сути дела, всю стоимость этого кредита, говоря, что это как бы расплата за мое участие, за то, что я выхожу из состава акционера. То есть он просто взял и забрал себе, лично себе этот кредит. То есть, казалось бы, в любой стране это был бы шум, западные кредиторы уже подали бы иски в суды и прочее. Но тут, видите, ну да, получается, попрощались со своими деньгами западные кредиторы, но понимали, это на подкуп, извините, уже президента Украины. А что делать? То есть вот так и работают все эти кредиты, кредитные линии, кредитные истории в условиях стран, подобных Украине. А вот если мы возьмем и посмотрим на ситуацию немножко с другой стороны, с точки зрения, каким образом торговаться нашей украинской элите, мы, конечно, еще... Тут сложно не упомянуть Китай, который в Африке активно тоже работает по примерно такой же схеме, как и Соединенные Штаты Америки. И вот если, например, нашей украинской элите отстаивать хотя бы даже свои интересы, тогда вот вполне очевидно, что они должны вот сейчас вот открыть или уже, может, ведут какие-то переговоры с Китаем по поводу получения каких-то тоже кредитных денег для нам инфраструктурных проектов и так далее. То есть, в принципе, вот переговоры с Китаем касательно вот получения Украины денег, это как бы достаточно интересная история. И во многом она смогла бы стать рычагом на МВФ, чтобы МВФ все-таки понижал свои вот эти вот требования, которые звучат постоянно. По продаже земли, по продаже нашей банковской системы во внешнее управление. То есть, все вот эти, на самом деле, объективные вещи, которые нашему олигархату невыгодно упускать из-под своего контроля. Потому что, если они их упустят, в конечном итоге просто их собственность экспроприируют уже международные олигархи, которые как бы мало интегрированы в, собственно, структуры наших украинских олигархов. То есть, это, по сути, инородное тело для них. И вот каким образом все-таки вы расцениваете возможность проведения переговоров с Китаем, именно Украины, для того, чтобы иметь хотя бы вот хоть какой-то рычаг на МВФ и на международных кредиторов, чтобы Украина хоть как-то могла даже вот хотя бы оставаться на уровне роста ВВП там хотя бы 1-2-3 процента? Ну, смотрите, вы провели параллель между американскими кредитами и китайскими кредитами. Все-таки чуть-чуть разная, на самом деле, политика. Я вам сказал, что как это делает Америка. Китай все-таки реально что-то строит в той же Африке. Надо признать. И он не требует, не выставляет условиям изменять законы страны, менять руководство стран под свои кредиты. Как это делает Америка и все эти международные валютные фонды и прочее, прочее. Ну, давайте вспомним, как Джо Байден приезжал и говорил, меняете генпрокурора, а то не увидите помощь от Соединенных Штатов. Я вот не представляю, чтобы так топорно, прямолинейно, примитивно работал бы Китай. Может, в будущем когда-то он так и планирует, но сейчас это небо и земля в подходах. Ну да, здесь я согласен, да. Но что касается, возможно ли использовать китайские кредиты, возможно, китайцы были заинтересованы во многих проектах, даже вкладывались в определенные проекты на Украине, мы помним это. И сейчас, мы помним, как в прошлом году проявили интерес к украинскому предприятию «Мотор Сич», да? Все же помнят. И что последовало за этим? Грозный оклик от Соединенных Штатов Америки, заявление Трампа, визит резкий Помпео, где он, по сути дела, выставил ультиматум Украине. И грозные статьи в американской прессе, вы забудете вообще об американской, значит, помощи и кредитах, если посмеете такое предприятие отдать или продать китайцам. Все, об интересах Украины сразу забыли, как же американский хозяин велел, и я уверен, будет сделано все со стороны Америки с тем, чтобы скорее предприятие умерло бы. «Мотор Сич», зачем Америке такие конкуренты, довольно мощные в свое время, во всяком случае, конкуренты, на рынке ВПК. И уж тем более Америка не позволит его каким-то образом передать китайцам, технологии эти передать китайцам и так далее. Вот вам разница в подходах. Но при этом надо не забывать, если украинцы в самом деле хотят видеть китайских инвесторов, а мы слышали от Зеленского подобное заявление, то как-то надо все-таки не забывать, Китай – коммунистическая страна. То есть сотрудничество с Китаем никак не вписывается в политику официально провозглашенной Украины по декоммунизации. То есть как-то надо все-таки понимать, что если вы хотите дружить с коммунистическим Китаем, то как-то нужно и смягчить, и лучше отказаться от политики декоммунизации. Иначе не бывает. Вот так, чтобы китайцев объявлять, по сути дела, врагами их идеологию, объявлять вражеской, запрещенной, их флаги запрещать, а при этом, значит, заявлять о том, что мы с ними дружим. И дайте нам, пожалуйста, денежки, дорогие китайские коммунисты. Вот почему-то сейчас, когда китайский этот миллиардер выделял маски и оборудование для борьбы с коронавирусом, я бы не увидел, что кто-то вспомнил или задался вопрос, а он ведь членком партии Китая. Как же мы можем взять у него деньги? Оказывается, в данном случае идеология отступает на второй, на третий, на десятый план, и о ней вообще забывают. Но все равно рано или поздно ведь эти вопросы будут вставать. То есть, если вы хотите сотрудничество с коммунистическим Китаем, то, конечно, надо пересматривать и свою собственную идеологию, и свою собственную внутреннюю политику. Ну, в общем, либо крестик снимите, либо трусы наденете. Вот как-то так получается. А вот следующий вопрос, если брать ситуацию на Донбассе, вот честно, уже набило прямо скомину все эти упоминания по поводу минских переговоров, нормандского формата и так далее. Мы видим, что года проходят, и ничего не меняется. То есть, люди уже разуверились в принципе в работоспособности этого формата. И вот наблюдая вот эту историю при Порошенко и при Зеленском, как вот идут эти переговоры, вот вы верите, что Донбасс все-таки интегрируется обратно в Украину? Потому что вроде как уже запустился процесс по выдаче паспортов российских жителям неподконтрольных территорий. Там уже очень много людей уже получило паспорта Российской Федерации. Фактически у них уже двойное гражданство. То есть и Российская Федерация, и украинская. И это объективный факт. Те люди, которые там с оружием в руках, они в первую очередь получили российское гражданство. И сейчас, например, я вот честно говоря уже перестаю верить вообще в возможность того, что этот мирный процесс закончится именно в рамках Минских соглашений. Потому что объективно вот сейчас нет никаких предпосылок для успешного завершения вот этих этапов минских переговоров и интеграции Донбасса. Потому что если вот даже брать политический уровень, это мы видим полную патовую ситуацию. Если вот брать чисто человеческий уровень, я с многими людьми общался, даже с теми, кто там был во время АТО, то мне просто прямо говорят открытым текстом, что после того, что мы там натворили на Донбассе, Донбасс уже никогда не вернется. Это я слышу от людей, которые там с оружием в руках участвовали в АТО. Вот вы считаете, у нас действительно есть перспектива все-таки возврата Донбасса в юрисдикцию Украины? Ну, мое мнение, как человека, который сейчас имеет три паспорта России, Украины и Донецкой Народной Республики, я считаю, что нет никогда. То есть уже все, прошли тот этап, когда можно было говорить о возврате Донбасса в состав Украины. Ну, кстати, заметьте, вот я это говорю, и мне кричат, ах, сепаратист, ах ты такой. Когда говорят там всевозможные, известный вам Остап Дрездив, да, который у вас тут недавно буянил в студии, и там или всевозможные Андруховичи там и прочее, Гордоны, то, ну, нормально. Оказывается, они не сепаратисты, хотя говорят то же самое, пусть даже из других позиций. Но они тоже, они кричат, не просто никогда не вернется, но ни в коем случае нельзя возвращать. Правильно? Ну, заметьте, почему-то сепаратисты. Я, дончане, но не они. Тоже странный подход на самом-то деле. Нет, я на самом деле думаю, что все, этот поезд ушел уже, и чем больше людей гибнут, там, в том числе мирного населения, тем больше этот разрыв, чем больше вводят всевозможных блокад между Донбассом и Украиной, тем, конечно, эта пропасть уже расширяется и расширяется. Заметьте, Украиной она расширяется, украинскими властями она расширяется. То есть, когда нам говорят о том, что Зеленский, там, озвучивалось в прошлом году, в конце прошлого года, что вот гривну надо вернуть туда. А, значит, даже не гривну, а рубли, значит, надо прекратить вхождение. Простите, ну так, а с какой стати там появились рубли, кто-то помнит? Это появились они после того, как Украина отрубила гривну, правильно? То есть, а какой выбор был? Чем людям надо было платить-то деньги, зарплаты и прочее? То есть, если сама Украина отказалась туда гривну поставлять, ну так вариантов было только три по большому счету. Либо начать печатать там гривну, я думаю, что Украина на это не очень обрадовалась этой перспективе, либо свою какую-то валюту печатать, либо рубли. Ну так, а что, а другого варианта Киев по большому счету не оставил-то. То есть, это Украина сделала все для того, чтобы пропасть между Донбассом и самой Украиной расширять, расширять и расширять. Так что в этом плане вариантов нет. Я, вы знаете, как только были подписаны вот эти минские соглашения, я сразу сказал, полностью, в полном объеме, в этом самом варианте их все равно выполнить невозможно. Вот я так сразу сказал тогда и, в принципе, согласен с этим и сейчас. Но надо понимать, ведь ради чего эти соглашения? Там же прямо сказано. Ради того, чтобы вот Киев садился за стол переговоров с руководством этих самых непризнанных республик. То есть, налаживал диалог о правилах мирного сосуществования в дальнейшем. Соответственно, и договариваться о том формате этих взаимоотношений, модальности выборов, как там сказано в этих минских соглашениях и так далее. Киев на это не пошел и кричит до сих пор, нет, мы на это потить не можем. Ну так простите меня, а в чем тогда смысл в дальнейших разговорах и переговорах? Да, минские соглашения, это был такой, что ли, попытка принуждения Украины к прямому диалогу с теми, кого она считает мятежниками, повстанцами, боевиками, как угодно их называйте, но это, по сути дела, представители этого самого региона. Вы же смотрите, как, опять-таки, никакого противоречия вроде не находят. Одни и те же люди нам кричат 5-6 уже лет, да, там российская армия, там мы воюем, значит, с российскими наемниками. И тут же, как вы вот заметили год назад, вот сейчас будет как раз годовщина, начинается выдача паспортов, и вы верно заметили, в первую очередь силовым структурам, тем самым представителям народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. Так подождите, оказывается, они получают российские паспорта? А где все эти истории о том, что там сплошь российские наемники, российские военнослужащие? Зачем же российским военнослужащим выдавать российские паспорта? Никаких противоречий не видят украинские пропагандисты, там, националисты, которые кричали, что они якобы воевали все эти годы с боевиками российскими. Оказывается, вы смотрите, это были до недавнего времени. Соотечественники украинцев, обладатели паспортов Украины. Вы посмотрите, кого недавно убила славная украинская армия. Вот эту девушку Мирославу, юную, еще молодую, перед которой вся жизнь впереди. Она ведь гражданка Украины. Она не получала ни паспорт ДНР, ни паспорт России. У нее был единственный паспорт Украины. То есть погибла от обстрелов украинской армии гражданка Украины. И кто-то выразил соболезнование, сочувствие. В тот день, когда ее хоронили в Горловке, Зеленский был на линии фронта. Даже не упомянул о ней. То есть как будто и нету этих жертв среди мирного, подчеркиваю, украинского населения. Пока еще украинского. Это на самом деле одна очень большая такая проблема. Я думаю, что именно и эта проблема лежит в основе того, что этот конфликт не разрешится. Потому что есть все-таки очень большой пласт именно военных преступлений, которые совершены как с одной стороны, так и с другой стороны. Но даже если брать с нашей стороны, нету никаких даже попыток их расследовать. Если мы возьмем даже бомбардировку Луганска, штурмовиком С-25. Если мы возьмем других, даже вот та женщина в Горловке. То есть мы вот видим, как систематически с нашей стороны военная прокуратура не делает никаких шагов для того, чтобы привлечь к ответственности людей, имена и фамилии, которых прекрасно известны в военной прокуратуре. Потому что вычислить это просто элементарно. Буквально там следователю час-два надо, чтобы понять пофамильно, кто конкретно стоит за тем или иным военным преступлением. Если, например, брать штурмовик, это вообще элементарно, потому что там не может просто самолет очутиться в небе с боевой нагрузкой и еще и куда-то стрелять. То есть для этого просто приказано. Если бы куда-то, а то же прицельный выстрел по объединению областного администратора. Конечно, конечно. Как вы вот полагаете, если не расследовать вот эти военные преступления, вообще можно ли надеяться на то, что этот конфликт хоть как-то решится? Потому что я понимаю, что с той стороны, ну, на самом деле тоже могли бы, наверное, какие-то шаги в этом направлении сделать. Но если их не делает Украина, официальная власть, то даже вот в направлении этого войти в диалог даже за структурами на неподконтрольных территориях. Если они в рамках Минских соглашений общаются, так почему они не могут решать, каким образом привлечь к ответу именно военных преступников? Пускай даже с обеих сторон. Но почему нет? Если вот конкретно есть факты, то почему не пытаться найти вот конкретно виновных в гибели граждан Украины, которые никаким образом к военным не имеют отношения? Вот почему, с вашей точки зрения, мы наблюдаем вот такую ситуацию? И, конечно же, на эту тему просто запрещено говорить в украинских СМИ. И вот сейчас, когда мы даже ее просто обсуждаем, то это уже крамола. Да, ну так вы, в общем, прекрасно знаете ответ на этот вопрос. Потому что действительно тогда встанет вопрос, с кем же воюет там Украина, украинская армия. А кажется, что совсем не с российской армией, не с российскими воинскими частями и не с Российской Федерацией. То есть именно поэтому этот вопрос долго еще будет табуирован на Украине. К моему большому сожалению, рано или поздно я уверен, что военные преступники ответят за свои преступления. Но, к сожалению, пока многие из этих преступников и людей прямо ответственных за гибель этих людей находятся, в том числе и во властных коридорах на Украине, конечно, никто всерьез не будет разбирать все эти преступления. Ну вот вы упомянули этот инцидент, трагедию 2 июня в Луганске, 2 июня 2014 года. Но ведь все мы изначально понимали. Все. И с той, и с другой стороны. О том, кто стрелял, откуда. И ОБСЕ вывод сделал. Конечно, это самолет обстреливал. Ну, ни у кого нет. Ну, вы же помните, как украинские СМИ дружно стали кричать о том, что это кондиционер взорвался. Разорвав на части людей, которые рядом находились. Я просто был на этом месте. Там памятник стоит. Сейчас до сих пор люди с ужасом вспоминают. Ну, а потом, помните, прошел там года 2-3, и Антон Герасченко заявляет, ну, а что вы хотите. Ну, нажал пилот на гашетку случайно, там, значит, и прочее. Ну, то есть, оказывается, кто врал, а кто говорил правду-то все это время. И никто не будет ничего расследовать, пока вот эти самые Герасченко и сейчас сидят во всех этих кабинетах, министерствах и тому подобное. Мы это тоже прекрасно понимаем. Помните, как нам кричали, там, обстреливали колонну, значит, мирно-украинскую, а потом кто-то у вас, начальник Генштаба, заявляет, ну, да, по ошибке обстреляли своих и так далее. Ну, и что? Кто-то понес ответственность за это. А байки вот эти все пророссийские обстрелы, они что, забыты на этом? Да нет, конечно, никто не согласен. Ну, вот сейчас, смотрите, в Мариуполе суд отпускает, по сути дела, бандитов, убийцы. И все понимают, что это убийцы, которые там семью поставили на колени и расстреляли в зоне Донбасса, значит, под контролем. Нет, они расстреляли, они зарезали по очереди. Ну, казнили, по сути так говорит, казнили. И что, вы же помните, что в суде, в решении суда написано, за что снисхождение такое, почему не сидят люди за зверское убийство? Ну, они же участники АТО, кто ж их посадит, кто ж их будет расследовать. Пока, конечно, такой подход существует, говорить о вообще каких-то перспективах мирного диалога очень сложно. Но рано или поздно, через год, через два, через пять, через десять, я не знаю, при этой власти, при следующей или так далее, но в любом случае нам же придется договариваться о неких правилах мирного сосуществования. Не может подобный конфликт продолжаться веками. И мы знаем случаи в истории, когда вчерашние враги, противники, заклятые враги становились союзниками, друзьями и лепшими партнерами. Но для этого нужно, конечно, пройти очень долгий период. И в первую очередь, Украина рано или поздно должна все-таки осознать, с кем она воевала там все эти годы. А вот тогда следующий вопрос. Вы прекрасно знаете менталитет Донбасского региона. Вы долгое время жили в Киеве, работали в средствах массовой информации. Вот как вы думаете, с учетом того, что произошло на Донбассе, у нас же, даже если брать под контрольную Украине территорию, то у нас в Украине примерно половина населения говорит на русском языке. И у нас конфликт, который начался в 2013-2014 году, в той или иной форме он продолжает тлеть. И в любой момент может вспыхнуть, потому что люди, которые не согласны с вот этим майдановским трендом, с тотальной украинизацией, с декоммунизацией, с дискриминацией русского языка в школах, в образовании и так далее. То есть, эти люди никуда не исчезли. И эта ситуация, она сейчас просто говорит о том, что именно за счет этих людей Зеленский получил пост президента. И именно этих людей фактически сейчас системно власть предает. Системно власть показывает, что мы можем приходить на лозунги, которые вам близки, которые вам понравятся, но все равно, когда мы приходим во власть, мы начинаем возвращаться к вот этому упоротому майдановскому тренду и рассказывать, что все сами себя обстреляли, что на Майдане, видите ли, только у силовиков было оружие, что майдановцы там бегали с нимфом на голове каждый. Понимаете, что вот это все вот эти вот бредни, вот эти сказки, которые нам скармливали все вот эти годы, они же никуда не исчезли. Мы видим, как вот в этом ракурсе продолжают, вот именно вот в этом направлении идти наши уже новые власти, при Зеленском, при вот этих назначениях новых, генерального прокурора. То есть мы видим, как вот системно не расследуют все вот эти убийства. И 2 мая в Одессе, когда людей сожгли. И мы видим, что вроде как и конфликт никуда не исчез, а его просто продолжают осознанно, я так понимаю, усугублять. Потому что если бы это было неосознанно, я не верю просто в то, что это не делается специально. Потому что нельзя просто не видеть эту проблему. И таким образом стимулируют конфликты дальше. Ведь люди же, опять же, никуда не исчезли. Ну, вы же понимаете, да, пока, скажем, Аваков является министром внутренних дел Украины, никто всерьез не будет расследовать преступления на Майдане или то же самое 2 мая в Одессе. Все мы понимаем, почему. Вот. А что касается, вот, возможно, вот того, что ждет Украину в плане языкового пресса и так далее. Вы же сейчас, по сути, рассказали всю историю незалежной Украины с 91-го года. Ведь сколько раз на Украине, по сути дела, русскоязычная ее часть избирала президента. Вспомните Кучма в 94-й год на каких лозунгах пришел во власть. Русский язык второй государственный. Государственной. С России, значит, больше мостов, меньше стен. Ну, то есть абсолютно на пророссийских лозунгах и идеях. И на инаугурации, помню, он под гром аплодисментов Верховной Рады заявил, все, первое, что делаю, это русский язык делаю государственный. Прошло буквально несколько недель, месяцев, и он, что делает, всю гуманитарную идеологическую сферу отдает, по сути дела, украинским националистам. Ну, тогда чуть более умеренным, чем сейчас, но, тем не менее, идеологам украинского национализма. Пришел Янукович в президенты. И, казалось бы, ну, тут-то, ну, все, понятно, кто за него, где его богом данный электорат, да, и прочее. Первое, что делает сторонницу бандеровской идеологии, назначает, во главе, значит, ставит своего гуманитарного идеологического блока. То есть, вот беда, к сожалению, тех выходцев, я имею в виду ментальных идеологических выходцев из русской Украины, из юго-восточной Украины, заключается в том, что они никогда не понимали суть и значение идеологической гуманитарной работы. Они считали, что это просто приложение к выборам. То есть, главное, это экономика, это, значит, приватизация, это заводы, схемы там всевозможных. А вот эти все игрушки, да, язык, образование. Да, ну, вы же помните, да, когда школы начали русские закрывать? При Кучме. Тому самому Кучме, который обещал русский язык вторым государством. И все это продолжается и продолжается, но пружина-то, она сдавливается и сдавливается. Я еще в 91-м году, перед референдумом 1-го декабря, мы вот молодые начинающие политологи, политики, создали группу интердвижения Донбасса, и мы тогда издали листовку, где предупредили о том, чем обернется незалежность для Украины. И помню, нас тогда осудили, да, даже коммунисты сказали, ну, это вы утрируете. А мы что предупредили? Что в случае распада нас ждет, значит, насаждение, украинизация тотальная, развал экономики, экономических связей с Россией, соответственно, бандеризация, курс на вступление в НАТО, гражданская война. Скажите, а что не сбылось из этого? Вот, собственно, это было. Мы были обречены изначально на вот этот курс. Как только отцы-основатели вот этой незалежной Украины образца начала 90-х годов выбрали курс на унитаризм, одноязычие и, по сути дела, унификат, попытку унифицировать всю эту Украину. Чем больше шли эти попытки, тем больше росли центробежные тенденции. Чем больше сжималась эта пружина, тем сильнее она выпрямилась 6 лет назад. И, смею вас заверить, чем больше украинская власть будет делать такой же, повторять тот же эксперимент, наступать на те же грабли той части Украины, которую она еще контролирует, конечно, эти тенденции будут только нарастать. То есть предупреждали. На самом деле, честно предупреждали, чем это должно закончиться. То есть здесь, к сожалению, в другой части Украины, та Украина не оставила выбора. И когда у вас там вот дрездилы всевозможные кричат, я не буду разговаривать на русском языке, понимая прекрасно, что это ведь значительная часть Украины на нем говорит, и я вам запрещаю в публичном пространстве ее использовать, он тем самым разваливает эту самую Украину. Я помню, как там два-три года назад, помните, писательница Ирена Карпа, ну, не знаю, что она пишет, но называет себя писательницей, заявила, а вот мои дети, они вообще не воспринимают русский язык. Они вот даже его как бы не слышат вообще, когда он звучит. Тильки-мова, тильки-мова. Я вот думаю, у вас и бедные детишки. Они ходили по русскоговорящему Киеву, и получается, они же были немые. Они же не воспринимали, не слышали, что вокруг них говорят, их одноклассники, прохожие на улице и так далее и тому подобное. Вот эти люди, которые подобное заявляют, они даже не понимают, насколько обедняют свою жизнь и делают невыносимой жизнь своих детей. А вот еще вопрос такой интересный. Как вы знаете, у нас же многие российские средства массовой информации запрещены. Вот у нас есть вот перечень средств массовой информации, которые вот просто вот у нас не открываются в Украине, только через ВПН. И вот как вы относитесь к вот такой политике запретов? Вот социальных сетей, там, средств массовой информации. То есть я вот, честно говоря, не могу понять суть. Если позиция сильная, государственная, если ее легко аргументировать, если говорить правду, тогда, собственно, смысл запрещать средства массовой информации другой страны, которые, что бы ни говорили, но позиция сильная. Но если позиция слабая, тогда, кроме как политики запретов, ничего просто предложить не могут или как? Так, ну а как? Ну, это стандартная формула. Понятное дело, если ты видишь правду, которая тебе неудобна, то легче всего попытаться запретить ее. Другое дело, что мы же понимаем, что все равно значительная часть Украины все равно смотрят российские ток-шоу, все равно читают российские СМИ, что бы там украинские власти ни делали, и все равно сидят многие из них и в ВКонтакте, и в Одноклассниках, запрещенных официально на Украине. Так что, не, в этом смысле подобная политика в наше время, по-моему, обречена на права. А почему это делается? Ну, это ясно, потому что, к сожалению, большому на Украине не научились говорить правду. То есть и правды очень сильно боятся. Почему? Потому что, когда возникают какие-то сведения, факты о реальных событиях, происходящих в том же Донбассе, то ведь у людей начинают возникать вопросы. И когда возникают эти вопросы, они начинают искать ответы на эти вопросы. Ответы, мягко говоря, очень мягко говоря, крайне неудобные для украинской власти, для украинских националистов и для тех, кто развязал всю эту бойню, весь этот Майдан и последующую бойню 6 лет тому назад. Так что, ничего другого они не придумали, только запретами. А вот еще тогда вопрос, а вот как вы думаете, есть ли внятная какая-то внешняя политика Евросоюза в отношении Украины? То есть какую Украину видит Евросоюз через 5-10 лет, с вашей точки зрения? Ну, мы знаем официальную позицию Евросоюза. Они нам кричат уже давно, что вот, Украина станет историей успеха для России примером демократических преобразований, как это вот хорошо и полезно, если вот проевропейский курс на себя взять, про натовский, вступать в НАТО и тому подобное. При этом, вы же понимаете, для России, почему, собственно, этих ток-шоу, посвященных украинской тематике на российском телевидении до недавнего времени, было много. Для России это как раз пример того, как не нужно делать. То есть Россия потому и интересуется событиями на Украине, так пристально их разбирает, потому что это пример того, во что может вылиться вот этот проевропейский, про натовский эксперимент. Все эти разговоры с придыханием в голосе, я вспоминаю, украинские либералы, демократы, как говорили, пока они были в оппозиции. Я, Вольтера цитирую, я, значит, мне глубоко противно ваше мнение, но я отдам свою жизнь ради того, чтобы вы его высказали. Знаете, кто это любил, кстати, повторять? Тот самый Остап Дрездив, да, которого мне рекомендовали в свое время. Смотри, это же вот европейская журналистика, вот где альтернативное мнение, свобода слова. Какой либерал был? Еще недавно вроде бы. А теперь мы видим, какие он истерики устраивает, только чтобы российскую мову напочута у себя там студией рядом. Понятно. Вот во что выливается, если либерализм, и вот почему подобный пример важен для России, как не нужно делать все эти реформы и куда не нужно двигаться. И вот с учетом того, что время ограничено, последний вопрос. Как вы считаете, международные олигархи какую судьбу готовили нашим украинским олигархам? Мы знаем, влияние Запада очень сильное на Украину, и понятное дело, что вопрос времени, когда встанет конфликт интересов между международными олигархами и нашими украинскими. Да, украинские олигархи, львиную долю западных олигархов не волнуют совершенно. Украина самостоятельно взяла на себя курс деиндустриализации, подписав это соглашение Украина-ЕС. Те, кто его готовил, понимали прекрасно, что это конец украинской экономики. Соответственно, собирались сделать из нее исключительно аграрный предаток, потому все эти страсти вокруг закона о земле. При этом, да, есть определенные бизнесмены, западные олигархи, которые играют не на производстве, не на производственных отношениях. Им чхать было на заводы. Ну, вот тот же пример мотора Сичи, лишний показатель. Им не нужен завод мотор Сичи. Он просто им не нужен, как, возможно, конкурент. Но ни в коем случае нельзя его продать кому-то со стороны. Пусть лучше умрют, пусть лучше его закроют. Лишь бы он не функционировал вообще. А вот такие люди, как Сорос, которые играют не на производственных там каких-то связях, отношениях, а на волатильности рынков, который сам создает стряску для валют всевозможных, для экономики и на этом зарабатывает. Ему, да, ему, в принципе, интересно контролировать процессы вот этой стряски Украины, политической, экономической, какой угодно, с тем, чтобы на этом зарабатывать. Но он так действует и в других точках земного шара, на том, собственно говоря, и зарабатывает свои капиталы. Спасибо большое вам за то, что уделили время. С нами был политолог Владимир Корнилов. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ведущий Дмитрий Василец. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова